Стартовал пятый заключительный день Бакинской недели климатической деятельности. Сегодня, как и вчера, обсуждаются роль науки в борьбе с изменением климата и поиск лучших возможностей для проблем, с которыми сталкивается человечество. Итоги подводит моя коллега Эллада Мамедова. Здравствуй, Эллад. Здравствуйте, студия. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы продолжаем отслеживать заключительный день климатической недели деятельности. На сегодняшних обсуждениях и конференциях, которая посвящена роли науки в экологических вопросах, широко обсуждается и прогнозирование изменения климата, и использование технологий искусственного интеллекта в борьбе с этими изменениями. На панельных СССР проходит обмен мнениями, на которых обсуждается применение всех этих современных технологий в моделировании изменений климата, а также обработки информации, обнародованной в режиме реального времени. И, кроме того, нужно отметить, что эта тема очень важна с точки зрения ускорения климатических, с точки зрения принятия глобальных решений в борьбе с климатом на региональном и глобальном уровнях, а также по управлению водными ресурсами. И в том числе климатические изменения могут менять водные ресурсы, и поэтому очень важно сейчас ими управлять. Собственно, на конференции это и обсуждалось. В том числе обсуждалось, как я уже сказала, ранее применение современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, который уже активно внедрился в нашу жизнь и применяется в ее различных областях. Важно отметить, что международное сотрудничество в борьбе с изменениями климата будет в центре дискуссии, и поскольку это все является очень актуальными вопросами, с которыми сталкивается человечество. И, кроме того, здесь обсуждались совместные инициативы, и, как я уже сказала, как я уже отмечала в своем предыдущем подключении, здесь собрались и научные круги для поиска оптимальных решений. В частности, здесь будут обсуждаться решения, а также способы решений. В том числе мне хотелось бы отметить, что все эти изменения климатические, они приводят не только к социальным изменениям, но и к экономическим. И в контексте этого очень важно отслеживать, потому что изменение климата, с которыми сталкивается человечество, действительно отражается на всех сферах жизни людей. И поэтому эта конференция, в которой принимает участие очень много и преподавателей, и научных, и иных людей из науки, в том числе из экологии, они все обсуждают оптимальные пути решения и способы адаптации к изменяющимся условиям среды. В целом, через буквально час конференция уже завершится. В течение недели в Азербайджане шла неделя климатической деятельности, где обсуждались различные темы, и вот сегодня ее заключительный день. Студия. Спасибо большое. Лада Мамедова к нам подключалась.